Продолжение следует... Ну, 8 очков сам. У нас, на жаль, такого игрока не оказалось. Были немного поспешные атаки и, опять же, глупые потери. Ну, 16 потерь сделать за игру, это очень много. Потери были такие, которые нам забивали голы легкие с проходом и еще с фалами. Когда играли как команда, было все легко и просто. Потом, когда начали думать каждый о себе, вот и результат. Плюс дали им почувствовать бросок, они получили уверенность. И потом уже они попали там несколько трехочковых, и игра выровнялась. Как ты считаешь, ты начал игру очень сильно, все это заметили. Как ты считаешь, в чем проблема твоего спада, по-моему, осталась, или какие-то технические? Personally, I have a question for you. Everybody saw in the beginning you started the game very aggressively, very strong. And second half, it's like a different player. You tired or you not get enough balls, technical side? I don't think it's that. I think it's obviously my second game back. Он не думает, что, ну, это вопрос об этом. Это его вторая игра, когда он вернулся после травмы. Он хочет поскорее войти в игровой ритм, в игровую кондицию. Еще ему не хватает пока полной физической кондиции. Сезон продолжается, пока я буду здоровым, я думаю, это будет так же, как первая половина, и вторая половина. Сезон долгий. Он войдет в ритм, войдет в форму, потому что еще есть игры, есть еще время, и в будущем будет без разницы, первая половина или вторая половина, он будет в том же ритме играть. И теперь два месяца, без тренировок, без такой вот, физической нагрузки, без игр, дает о себе знание. Thank you. My knee isn't the problem right now. It's more of my conditioning and my body catching up to the level of play. Колено все нормально, никаких болей там нету. Самое главное это его все другое тело и, скажем так, физическая подготовка. И когда он будет полностью восстановиться, его физические кондиции, он будет в том же уровне. Он хочет поблагодарить президента клуба, болельщиков клуба, за терпение, потому что все ждали его возвращения после операции. Thank you. Смотрите, комментарии. Начну с того, что первые 9 минут показали, как мы должны играть в нападении и в защите. 9 минут они забили 10 очков. И все это, пип-пип-пип, скажем так, началось в последней минуте первой четверти. Когда за 35 секунд они забили, мы пропустили за 9 минут 10 очков, а за последние 35 секунд пропустили еще 5 очков. Хоть четверти закончилось 35-15. Дальше идем. Некоторые игроки подумали, что уже все, уже праздник, уже можем шутить, смеяться, уже ходить чуть не все, уже дело сделано. Во второй четверти, хоть и замены были, но мы удержали счет плюс 20. Кто-то думает, это хорошо. Я скажу, что это уже трагедия. Потому что если первый четверть выиграем 20, во второй четверти мы можем хоть 5 очков выиграть, хоть 2 очка, хоть очко. Нет, мы уже вторую четверть сыграли ровно. Уже звонок. Идем дальше. Если игроку показано на видео, нарисовано, зайдите в нашу раздевалку, нарисовано, кто из игроков делает там какие-то вещи, да? Если я говорю, что сам летом играю с Севрутавичем в баскетбол, в школе Марчленец, и если я говорю, что чудак из 150 раз пойдет только правой рукой, и только в середину, или только по лицевой, и ты говоришь Пустозвонову, третьему номеру, и Боброву, ну закрой эту правую руку. Ну неужели люди не могут додуматься до того, что закрыть правую руку? Раз можно ошибиться, ну два. Ну 35 раз в одной игре ошибиться, ну надо быть тупым, извините меня за выражение. Сколько это можно? Ну и просто игрок бьет 11 штрафных, куря. Ну это цирк какой-то. Дальше идем. Если мы защитились, значит надо как кому-то подбирать подборы, что пропало. Не было подборов, даем второй шанс, они подбирают на три очка обратно. Забили семь или там восемь трехочковых подряд. Это игра. Я спросил игроков, если вы помните игру Дне прозоти, мы лидировали, если я не ошибаюсь, 17 очков. Не сумели выиграть. Сегодня было 25 или 6, 28, 30, я так, значит правильно сказал, 30 очков, и чуть не продули игру. Как это возможно? Как это возможно? Да, я могу сказать одно. Команда Днепрозота, игроки, которые были, они молодцы, они показали характер, они показали гордость, которой не хватает, амбиции. Амбиции, кто там может показывать свои амбиции, меня не выпускает, меня там обижает. На площадке надо показывать против оппонента, против соперника, который 45 раз идет в правую руку, забивает штрафные и смеется в лицо. Вот там надо показывать. А не плакать, что не выпускает на игру, или там пятый, или десятый, или обижает, или там ругает, или некрасивыми словами говорит. Говорит. Если у некоторых игроков это чувство гордости за себя, как у мужчины, за фанатов, которые болеют, которые в сумасшедшую поддержку нам, то я могу сказать, будут тряпками и останется в жизни тряпками. Все. До свидания. Продолжение следует...